Вместо портфеля для документов – спортивный рюкзак, вместо классического костюма – футболка и джинсы. Так, министр информационных технологий и связи Челябинской области сегодня выходит из дома, чтобы поддержать акцию на работу на велосипеде. Двухколесный транспорт у Александра Козлова – горный. Парадокс, но именно на нем удобно ездить по городу. Хорошая амортизация, удобно перескакивать бордюры и переключать скорости. Параллельно у нас проходит большой форум информационного общества 2017 «Безопасность и инновации». И сегодня третий день форума, на котором будут присутствовать разработчики программного обеспечения, программисты, системные администраторы. Ну, в общем, у нас сегодня дресс-код как раз такой – футболки и джинсы. Поэтому вот я подумал, что раз дресс-код такой, день от велосипедиста сегодня, что надо на работу ехать на велосипеде, ну, можно совместить. Челябинск сегодня присоединился к международной акции на работу на велосипеде. В столице Южного Урала она проходит в третий раз. И даже имеет яркий рекламный баннер. Солнечно-оранжевую афишу придумала Ирина Климина. Она работает иллюстратором. Делает рекламу даже для московских велопарадов. Да и сама летом почти каждый день выбирает велосипед. Ездит на нем и на работу, и по делам. Двухколесный транспорт у Ирины эксклюзивный. Собирал муж из старого велосипеда «Старт-шоссе». Ну, это у меня не первый старый велосипед. Раньше у меня был Советский Урал. Этот велосипед мне подарил мой муж. Он сам занимается ремонтом велосипедов. И мне было очень приятно кататься на этом велосипеде. Только вот не всегда проехать по городу удается с комфортом, жалуются велосипедисты. По правилам дорожного движения, тем, кто старше 14 лет, запрещено передвигаться по тротуарам на двухколесном транспорте. Ездить нужно либо по обочине дороги, либо по велодорожкам. Тут-то и возникают проблемы. Эта велодорожка вдоль улицы Чечерина единственная в Челябинске. И то, соответствующая разметка здесь осталась не везде. Ее можно увидеть здесь, перед пересечением с братьев Кошириных. И в конце, несколько метров перед пересечением с проспектом Победы. В середине же на значительной части разметки нет. После строительства нового жилого комплекса. Ее так и не вернули на место. Мешают передвижению также столбы и высокие бордюры. Что касается проезда по обочине дороги, то не всегда там можно встретить понимающих водителей. Надо изменить отношение автомобилистов к велосипедистам. То, что это не маргинальное какое-то часть населения. Такие же люди, как и они. Такие же люди, как пешеходы. Потому что сейчас у нас велосипедисты наущим лины. Стоит отметить, что в Челябинске есть места, где движение велосипедистов запретили. Например, пешеходная часть Кировки. Это сделали после того, как в прошлом году велосипедиста сбил там ребенка и скрылся. Возникают проблемы и с парковкой. Не везде есть специальные установки, где можно оставить велосипед. Поэтому многие цепляют свой транспорт к заборам. Впрочем, несмотря на все препоны, в этом году к акции присоединилось немало велосипедистов. Регистрацию на официальном сайте прошли 145 человек. Плюс многие сделали это без оформления спецстатуса. Снимками челябинцы делятся в социальных сетях. И по количеству участников мы на 12-м вместе в России. Юлия Савосина, Иван Бредихин, ОТВ.